Всем доброе утро! Меня зовут Татьяна Демина, и я с радостью сегодня путешествую в город Дмитров для того, чтобы помочь предпринимателям Дмитрова сориентироваться, как построить свои команды, как улучшить их эффективность, как вообще взаимодействовать с людьми, но немножко на другом уровне. И я искренне верю в то, что сегодня я помогу по-новому посмотреть на всех людей, на то, что можно управлять, не управляя, и достигать в поддержке. Вот я про эту идеологию и про то, как создавать высокоэффективные команды, создавая среду для развития и среду для создания результата. Сегодня мы проходим с вами нелегкое время, время мобилизации. Я знаю много компаний, которые уже получили повестки, которые просто-напросто вынуждены отпустить эффективных, классных, крутых сотрудников. И те, кто пока не получил повестки, но в компаниях работают жены, матери, сестры и так далее. И, конечно же, это особая эмоциональная нагрузка на всю компанию, на любую компанию сейчас. И я хочу, наверное, начать с таких советов, может быть, да, советы раздавать неблагодарное дело, но все же я считаю, что сейчас ответственность лидера, ответственность руководителя заключается в том, чтобы принимать и уважать эмоции своих людей, чтобы стать, знаете, как бы истинным лидером, который поддержит в любую ситуацию. Нам привычно, всем руководителям, коим и я являюсь уже 22 года в предпринимательской деятельности, никогда не работала я в найме и, соответственно, как бы прекрасно понимаю, о чем я говорю. И нам привычно, как предпринимателям, решать какие-то проблемы, устроить ребенка в детский сад, помочь нам взять ипотеку на более выходных условиях, еще что-то такое, да, где-то подсказать там с какими-нибудь больницами. И я думаю и много знаю предпринимателей, которые действительно расценивают свой бизнес как семью и ставят перед собой цели не только достижения прибыли, да, получения прибыли, увеличения своего финансового результата, но и создание семейной атмосферы в компаниях и, более того, распространяя эту семейную атмосферу и на семьи своих сотрудников. Так вот, сегодня, с одной стороны, лидерам самим нужна поддержка, потому что они ровно той же ситуации. И нужно всегда помнить, что лидеры – это тоже люди прежде всего. И бывает так, что даже великие лидеры сдаются, сдаются по причинам надлома своего внутреннего. И, конечно же, здесь важно объединяться и быть одной семьей. Буквально 21 числа, по-моему, была объявлена мобилизация. Я принимала в своем кабинете людей, которые просто рыдали у меня на плече. И несмотря на то, что мой муж кадровый офицер, и я тоже находилась в таком состоянии, очень-очень всклокоченном, даже не знаю, как правильно его описать, переживательном, но даже несмотря на это, я понимала, что у моего операционного директора ребенок на срочной службе, он позвонил, и говорит, мама, я не приду. И кто-то получил повестку, кто-то еще что-то. И для нас важно не парализовать из-за этих событий деятельность в компании, а поддержать ее работоспособность. А значит, нам с вами, лидерам, нужно иметь большую стойкость, большую уверенность, больший заспас и ресурс мощности и устойчивости для того, чтобы быть надежной опорой в своих коллективах. Пожалуйста, проводите беседы, не прячьтесь в кабинетах, разговаривайте с людьми, поддерживайте их, не отпускайте их для тех людей, которые хотят при любой боли или при сильной боли скрыться и спрятаться в свою конуру. С уважением подходите к этому, но все же не давайте им уйти в какое-то такое депрессивное состояние. Потому что, конечно же, это сейчас особо актуально. Вспомните, как мы в пандемию проходили примерно такой же период, и это тоже было связано со смертельной опасностью, и мы все переживали из-за себя, из-за всех родственников и так далее. Но мы выдержали, выстояли, и более того, что большинство компаний, у которых было настроено классное управление, они выросли в этот кризис. Поэтому нам с вами оставаться здесь и делать бизнес для того, чтобы благосостояние наших семей, наших сотрудников, оно держалось на достаточно высоком уровне. Поэтому сегодня я буду говорить и о том, что как поддержать эмоциональное состояние, потому что, конечно же, я готовила другую тему, и, конечно же, мне бы хотелось поговорить про другое. Но все же, я думаю, что стоит сместить акцент на то, что сейчас действительно актуально. Ну, а путь успеха, я, наверное, могу просто... Достаточно часто вопрос задают мне, ваш путь успеха, и, наверное, на каждом мероприятии буквально я рассказываю свой путь успеха. Хотя, вы знаете, честно, я не считаю, что он как бы вот этот путь успеха, прям такой путь успеха. Да, но все же я вижу, как люди, слушая меня, начинают больше верить в себя, начинают больше достигать, получают эту уверенность и, соответственно, идут вперед. И это очень классно. Поэтому с удовольствием поделюсь с вами некоторыми такими, наверное, основными вехами в моем пути успеха. И расскажу вам о том, что я не только предприниматель уже 22 года, я self-made предприниматель. То есть у меня не было за плечами какого-то папочки или мужа, который бы дал денег и сказал, вот богатенькая доченька, открывай бизнес. Хотя это тоже неплохо, но просто у меня этого не было. И поэтому когда-то на четвертом курсе института я открыла свой бизнес с одного розничного магазина и начала свою деятельность. На самом деле мне очень помогало в этом вопросе мое финансово-экономическое образование. Я бухгалтера-аудитор по образованию по высшему своему. И, соответственно, я всегда умела считать деньги. Я всегда умела выстраивать процессы и всегда понимала, как это делается. Поэтому бизнес мой буквально со второго месяца начал приносить прибыль. И первый зафиксированный убыток был минус 500 рублей в первый месяц. А дальше мы всегда получали прибыль, и она росла. Несмотря на все кризисы, несмотря на все пандемии, несмотря ни на что, я всегда могла удерживать предприятие в прибыльной зоне, за исключением, наверное, одного коллапса в 2013 году, когда я действительно чуть не потеряла свой бизнес. И был у меня такой опыт, факапа, да, оно... Я тогда сказала, что легче всего потерять, легче всего сдаться. Попробуй доказать себе, что ты герой, а попробуй вытянуть то, что кажется невозможным вытянуть. Потому что туда пришел мой финансовый директор и сказал, «Татьяна Владимировна, нам 4 месяца осталось, нам надо принимать решение, закрываем мой бизнес или что мы делаем, иначе мы уйдем, а оно в огромные долги и так далее». И я сказала, «Оксана, ну ты знаешь, нет, я не готова. Я до конца пойду». Это ровно так же, как мама всегда верит в своего ребенка. И я, как мама, в тот момент очень верила в свой бизнес, и что я смогу, и я справлюсь. Если посмотреть сейчас на структуру моих бизнесов, то их несколько в портфеле, и, соответственно, как бы сейчас они работают как самостоятельная компания. Компании, один из них – это розничная сеть по продаже канцелярских товаров. Другой, уже более такой большой, наверное, самый пока большой объем бизнеса – это B2B-сектор, это обслуживание корпоративных клиентов по линии «Все для офиса», начиная от скрепок и ручек, и заканчивая офисной мебелью, заканчивая рекламными вывесками, заканчивая уже какими-то большими проектными заказами оборудования нового офиса и так далее. У меня есть интернет-магазин, который также я считаю самостоятельным подразделением, потому что он самостоятельно продает, самостоятельно приносит прибыль. У меня есть целый бизнес, так как я решила все-таки, что бухгалтерия – мое все, и не надо бы забрасывать эту историю. Я открыла бухгалтерское направление, это уполномоченная бухгалтерия, сейчас там 4500 клиентов, мы обслуживаем их и ведем, начиная от полной бухгалтерии абсолютно до каких-то таких простых услуг, сдачи, отчетности и так далее. Мы являемся лучшей уполномоченной бухгалтерией в городе по качеству услуг и по зоне ответственности, которую мы предоставляем, потому что мы заключаем договора со своими клиентами с полной компенсацией, вдруг если к ней придет налоговая и что-то там найдет. Конечно, это такие очень ответственные договора, и я знаю, что каждая полномоченная бухгалтерия, которая есть в нашем городе, они наоборот стараются от этого уйти, но мы считаем, что если уже ты говоришь о качестве, то ты должен нести ответственность за эту историю. У меня есть онлайн-школа, то есть это мой новый бизнес. Два года назад я вышла из операционного управления своей группой компаний, и, соответственно, мне стало нечего делать, и я решила, что у меня есть достаточно много знаний, которые есть в моей голове, и я хочу делиться ими с людьми, и я стала онлайн-школой Apple Level Business, которая сейчас существует. У меня есть производство, производство, на котором мы производим рекламные сувениры, производим рекламные конструкции и так далее, и тому подобное. То есть опыт производственной деятельности в моем таком ключике он тоже есть. Ну и чем я занимаюсь сейчас? Я являюсь бизнес-ментором, профессиональным наставником предпринимателя, коучем с международной сертификацией, и все эти компетенции, безусловно, с одной стороны, пригождаются мне при простроении систем управления внутри компании, но сейчас я это делаю не в операционном ключе, а в стратегическом ключе, то есть такие направленческие вехи, поддержка. Я работаю со своими руководителями подразделений как наставник, как ментор, не решая за них задачи, не вмешиваясь в процессы. И, соответственно, принимаю других предпринимателей в свои теплые, заботливые руки для того, чтобы они тоже получили ту среду поддержки, уверенности и катализации роста, благодаря кому-то нужны дополнительные знания, их у меня тоже очень много, начиная с обычного финансово-экономического высшего образования и заканчивая лондонским университетом со степенью MBA, и различных еще много университетов за плечами, и заканчивая уже такими коучингом лидеров, когда мы хотим подрасти в финансовом своем доходе, когда мы не можем пробить какие-то потолки как предприниматели, когда нам нужен опытный взгляд со стороны, кто-то приходит именно посоветоваться, он говорит, я тебе расскажу, как я придумал, а ты подслушай меня и скажи, а так ли это есть на самом деле, или, быть может, ты увидишь какие-то другие варианты или другой запрос часто, я не могу найти решение проблемы, пожалуйста, послушай то, что я имею на точке А, и давай, пожалуйста, подумаем с тобой на точке Б. Ну, различные вопросы решаю, 189 кейсов у меня за плечами, все они закончились ростом, успехом предпринимателей, и, собственно говоря, я безумно этим горжусь. Помимо этого я осуществляю много проектов, я являюсь спикером Сколково и читаю лекции в HR-сегменте управления людьми, как раз-таки то, о чем мы сегодня будем с вами говорить, вы можете почувствовать себя на этот час буквально учениками Сколково, и, соответственно, являюсь спикером целовой среды Сбербанка, являюсь спикером Игоря Рызова, тайной ложи его клуба, выступаю в международных различных клубах и в Германии, и в Лондоне, и, ну, конечно же, по нашим республикам, близлежащим, и, соответственно, как бы веду такую активную деятельность. Являюсь спикером Эквиума, да, бизнес-клуба такого, ну и, в общем-то, вот в этом и развиваюсь. И если сказать так, то у меня есть очень хорошее убеждение. Я считаю, что любой путь, мой путь, будет заканчиваться успехом, в любом случае, при любом раскладе. Но достигать можно из разной парадигмы, и я научилась достигать, вот сейчас уже пройдя определенный путь, как руководителя, как предпринимателя, достигать не выжигая себя. Это очень интересная история, потому что мы все умеем достигать на выхлопе силы, соберись тряпка, пошел, постигал себя ремнем, да, достиг, все будет хорошо и так далее, и тому подобное. Вот я научилась достигать спокойствия, и мне кажется, эти достижения, они наиболее важны, и наиболее такие значимые в моей жизни. Ну и помимо всего прочего, я, конечно, мама троих детей, радостно об этом сообщаю, также у меня есть кролик, кот, собака и курочки. И да, я все это успеваю. Я не испытываю трудностей со временем, я не считаю, что, боже мой, у меня какой-то коллапс произошел, я ничего не успеваю и бегаю, выдергиваю на себе волосы, никогда такого со мной не бывает. Вот, я очень четко понимаю, что если вдруг в моей жизни случился коллапс, я очень быстро определяю причину этого истории и очень быстро ликвидирую эту причину, да, потому что у меня нет никакой вторичной выгоды для того, чтобы находиться в цейкноте. И более того, открою вам сразу такой маленький секрет, люди, которые очень часто попадают в цейкнот, они так определяют свою нужность в жизни. Поэтому если вдруг вы понимаете, что каждый второй день в вашей жизни начинается с «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, у меня 140 миллионов дел, я не знаю, когда все успеть», да, и вы в таком понуром и ужасном состоянии возвращаетесь домой, или, быть может, еще хуже приходите на работу, да, то есть, как вы приходите в свой бизнес, это еще хуже, то, знаете, как бы закончится что-то успешно, может, такой маловероятностью. Потому что когда вы приходите как лидер в свой бизнес, в таком резонирующем состоянии, вы волей или неволей резонируете со всеми сотрудниками своей компании. Ну и как бы плавно мы перешли к теме, да, то есть, успевать и быть при этом семьей. И, коль уж я вам рассказала о том, что у меня есть трое детей, я хочу еще добавить такую историю, что первая моя дочка родилась, к сожалению, с тяжелой инвалидностью, да, с ментальной, ей требуется постоянная забота, постоянная поддержка, и, несмотря на это, у меня большой бизнес оборотом полмиллиарда рублей, у меня он диверсифицированный бизнес, у меня 124 человека в штате, я являюсь общественным деятелем, владельцем еще бизнес-клубов и так далее, и тому подобное, и в этом вопросе я все успеваю. Безусловно, это большая работа над собой. Это не то, что вы взяли и вот с завтрашнего дня вдруг решили все успевать. Успевать на силе воли и на контроле невозможно, ну, просто невозможно, потому что, а, сила воли – это быстро заканчивающийся ресурс и еще и к тому же нестабильный ресурс, а контроль – это самый низший уровень управления, да, то есть, как бы, на котором, который держится тоже на вашей энергетике, на вашей силе, и чуть вы заболели, чуть вы сдались, чуть вы потеряли эмоциональное состояние, ваш контроль тоже может рассыпаться. И вы знаете, что, вот представьте себе, перфекциониста и просто обычного человека, не обладающего перфекционизмом. Как будет относиться обычный человек к перфекционисту? Ну, скорее всего, он скажет так, да ты зануда, да че, да как-то к тапочке не так поставлю, да и все равно, ну, ничего не влияет, да, ну, давай хотя бы немножко вот здесь разожми себе рамки, да, и мы понимаем, что у перфекциониста очень жесткие рамки, а когда мы имеем очень жесткие рамки, мы сами себе стискиваем горло. Поэтому, когда мы говорим, я когда говорю, вернее, о том, что можно все успевать, и нужно все успевать, и это классно все успевать, то я говорю не об остановлении жестких рамок, и такое, знаете, записал в ежедневник, сделай! Нет, это не про это, это, наоборот, про колоссальную гибкость, подстройку, и про то, что надо научиться не казнить себя за то, что ты что-то не сделал. А для этого нужно определять приоритеты относительно важности. И вот когда важно все, успеть все невозможно. Мы не резиновые, у нас не хватает сил бывает, с возрастом еще больше это ощущается. Вот, поэтому, соответственно, здесь надо быть бережным к себе, и не зря столько много книг называется «Нежно к себе», «Заботы к себе», да, и так далее. И даже клуб, да, в котором меня приглашали, назывался «Нежный бизнес». И вот я думаю, что это такая парадигма мышления предпринимателя, когда действительно это важно. И когда вы научитесь относиться таким образом к себе, только после этого вы можете начать перестраивать свою команду и перестраивать систему управления людьми относительно ценностей. Вот много людей говорят, надо по ценностям управлять, да, мы слышим «Бирюзовые компании», а что это такое, а как это, непонятно ничего, да, то есть как бы, и вроде бы кажется, что я управляю по ценностям. Но это не так, но это не точно, но это не работает. И мне задают такой вопрос сейчас, Татьяна, есть ли у тебя KPI в компании? На что я отвечаю, что у меня нет ни одного KPI в компании. Ни одного KPI нет. Вопрос. Выполняем ли мы план? Да. Наше выполнение плана за август было 157%. И это достигается с самомотивацией людей, это достигается тем, что люди идут действительно не к своим каким-то целям, а к целям компании, и они реальная синергетическая команда, действие которых умножается. Это знаете, когда 1 плюс 1 – 11. Вот это, это парадигма. Но это невозможно, если у вас есть такие установки. Если я не буду контролировать, все рухнет. Да, они же у меня все украдут, покрадут, будут там ничего не делать и так далее, и тому подобное. Мы должны понимать, что все начинается с лидера, и пальчик, прежде всего, нужно повернуть на себя в этом вопросе. Поэтому KPI, я использую не KPI как именно мотивацию, я использую цифровые показатели эффективности деятельности, но к ним не привязана ни заработная плата, ни какие-то такие значимые истории для сотрудников. Но мы научились смотреть сотрудников на эти цифры путем того, что они должны каждый день прописать свои цифры в отчет, то есть, как бы, они должны быть правильные, эти цифры. И когда человек каждый день обязан прописать в отчет цифры, он смотрит на них и, безусловно, осознает их, и мы тоже работаем с этим. Мы учим людей интерпретировать цифры, мы учим людей принимать решения относительно этих цифр. Например, за вчера было 200 заказов, а сегодня 180. Что произошло? Да, то есть, как бы, человек не просто такая констатация фактов. Ну, да, 180. Ну, ладно, а его и завтра, как бы, доберем. Нет, человек уж думает. Так, почему 180 у меня? Что случилось? Да, действительно, я вчера занималась один большим крупным заказом, и кому-то там не дозвонился, не прозвонился, не еще что-то сделал. Или вот случилась, как сейчас, ситуация с мобилизацией, и действительно, два дня мы прям четко чувствовали, когда люди не готовы более психоэмоционально размещать заказы, они не понимали, уровень неопределенности был просто топовый, да, и это просто было невозможно. Но мы приучили людей, и это очень важно, история очень важна. Вот, поэтому, соответственно, как бы нам не нужны кипя для того, чтобы кого-то чего-то мотивировать. Тем более, если уж посмотреть и так вдаться в понятие мотивации, то мотивации с точки зрения работодателя не бывает. Нет такого понятия. Это иллюзия, которой собственники себя тешат. А если я вот так вот мотивирую, то он, наверное, будет лучше работать. А потом бац, и уволился. Вопрос, что, перемотивировал? Или еще лучше, знаете, есть такое выражение, морковка спереди, морковка сзади, да. А я такая смеюсь и говорю, ну, то есть, похоже, твоя мотивация зависит от того, куда тебе засунули морковку. Ну, это же тоже смешно, по крайней мере. Поэтому мотивация рождается всегда у человека внутри. И мотивировать себя человек может только сам и только своими, нахождением своей внутренней мотивации. Поэтому есть много тестов по мотивации, когда мы, как работодатели, выявляем триггеры мотивации внутри. Мы не придумываем кучу акций. Мы не придумываем, не предлагаем какие-то условия, исходя из своих соображений. Мы, наша задача, вы знаете, как, если посмотреть на структуру продаж, то когда мы говорим о таких элементах продаж, то первое – это установление контакта, а второе – это выявление потребности. И вот когда мы управляем персоналом, мы фактически продаем свою компанию нашим сотрудникам. Мы должны также понимать, что здесь есть этап выявления потребностей, и только тогда мы формируем предложение. Вот что значит выявление потребностей относительно команды? Это значит, что мы проявляем внутренние мотиваторы и на основании них понимаем, какое предложение ценностное нам сделать от компании для того, чтобы сотрудник понимал и хотел работать у нас. Я против принуждения, я против, знаете, вот поставила высокую зарплату и давай, иди, как бы, я же тебе плачу много денег. Ну, есть такие работодатели, это действительно так. И буквально я вот два дня назад выступала на съезде канцелярской отрасли, большой такой съезд был, и ко мне обратился один из людей, и он спросил такую историю. «Татьяна, ну я, правда, плачу в два раза выше рынка, я не могу найти персонала, в чем причина?» И когда мы с ним поговорили, то мы поняли, в чем причина, и физически причина находилась там, что смешал все обязанности, да, поставил хорошую зарплату, но просто те обязанности, которые он смешал, они не могли существовать вместе. И поэтому человек постоянно был, который приходил и готов был, так, знаете, так, лакомый кусочек в виде большой зарплаты есть, но я не готов мириться вот с этой частью обязанностей, кто-то пришел с этой готов, а вот с этой не готов, да, и такие разноплановые обязанности были смешаны. Единственное решение, которое я ему подсказала, к которому он пришел просто в восторг, я говорю, слушай, раздели эту должность на две. У тебя будет рынок, у тебя будет рыночное адекватное предложение, но у тебя разделятся эти полномочия, вернее, эти должностные обязанности на две должности, и ты легко удержишь. Он говорит, да, точно, точно, Это же реально у меня одни говорят вот это, другие говорят вот это, и они никак не могут найтись, как бы, да, это, знаете, когда на бухгалтеров навешивают юридические должности, они говорят, ну, слушайте, ну, я же не юрист, ну, да, я что-то понимаю, я как бы могу документы посмотреть как-то, но я не юрист, и не соглашаются на эту историю, так же, как бухгалтеров на кадры навешивают, здесь более такая, ну, адекватная история, но все же тоже непрофильная история. И вот, поэтому, когда мы так говорим, мы должны понимать, что мотивация людей всегда лежит внутри. Это один из секретов, как построить команду, то есть я понимаю, мои секреты, да, как построить команду, это то, что прежде всего люди это люди, это прежде всего, это не рабочие единицы, это не они, это не, знаете как, не тот, кто заработает для меня денег, как для собственника, я даже видела такие понимания, когда собственник пришел ко мне на сессию и говорит так, ну, они же должны заработать мне денег. Я говорю, прикольно ты размышляешь, как это, кто они, во-первых, это они, это кто, а во-вторых, говорю, почему они тебе должны денег заработать, они, ну, то есть в долгах у тебя, ты раздал им кредиты, то есть займы, ну, почему они должны-то, в общем. Они могут заработать тебе денег, и не они, а моя команда может создать мне результат такой, который я хочу. Да, безусловно, но когда мы вот берем вот это пользовательское отношение, да, пользовательское отношение к людям, они это очень чувствуют. И такие команды не растут и не создают результата. И вот там собственники начинают интерпретировать, а может мотивация, а может стимуляция, а может еще что-то, а может человек не тот, да. Но заметьте, вот простой пример вам привела, но как только собственник меняет внутри себя эту парадигму, все становится в жизни по-другому. Не только в жизни, не только в бизнесе, но и в жизни по-другому. Вот, поэтому, соответственно, почему-то вдруг начинают приходить нужные люди, почему-то вдруг начинают приходить те самые люди, которые хотелось бы люди, да. Поэтому здесь очень важно, чтобы собственники об этом не забывали. И органично, в общем-то, у нас напрашивается такое еще одна тема, это организационная структура компании. И это очень важно. Но когда мы говорим об организационной структуре компании, я всегда говорю, напишите ее на бумаге. Пожалуйста, потратьте время. Ну, или в компьютере. Ну, то есть не в мозге оставьте, да. Так, Вася за это отвечает, Петя за это, это тот, это все. А вот так вот примерно, вот так вот, вот так вот, вот так вот примерно. И вы якобы создаете в своей голове организационную структуру. Так не работает. Почему? Потому что Вася, Петя и Коля, они не знают, они предполагают или когда-то органично там выполняли эту историю, но они достоверно не знают то, чего вы хотите и как вы будете понимать, что они работают классно. И вот как эффективно составить орг структуру, это определить с действующим лицом или ответственным подразделением, да, если у вас есть топ-менеджеры или если мидл-менеджеры есть, да, то есть как бы уже таки мидл-управленцы. И может быть там еще ниже есть управленческий блок, да, то определить с каждым именно вы должны быть. Не делегируйте эту функцию никому и никогда. Проговаривание результата, как вы поймете, что он работает хорошо. Пока вы будете разговаривать об этом, вы очень многое на себя откроете. Во-первых, вы откроете как бы, а как вообще, знаете, чего же я хочу, люди часто открывают, да, то есть как бы, о, слушай, поговорил с умным. И вот такими людьми, аж сам придумал цели компании, да, очень много ясности начнется в ваших отношениях, да. Избегайте манипуляции здесь, что, слушай, ну мы же с тобой вот это не разговаривали. Понятно, что проговорить все там случаи невозможно, но когда мы рамочно проговариваем результат и как мы понимаем, то есть какие-то ограничения, которые действительно есть, вот, то, соответственно, мы синхронизируемся. И вот здесь очень важно, знаете, не зажать рамки и не разжать их много. Ну это такая золотая сегдина, которую придется вам опытным методом нащупать. Почему? Потому что если вы пережмете рамки, то вы будете рассказывать, как этого достичь. Вопрос, я всегда задаю так собственникам бизнеса, я говорю, а тебе важно как, чтобы он достигал или чтобы у тебя результат был? О, слушай, ты, похоже, мне важен результат. Тогда зачем ты тратишь свое время, чтобы поспорить, как он этого достиг? Что значит рамки? Рамки это значит не убей, не укради, да, там, не обмани или еще что-то такое. То есть мы точно должны достичь этого без кредитных ресурсов, допустим. Вот, мы точно должны достичь это с такой-то, допустим, численностью или там с минимальной численностью. Или мы точно должны там расширить розничную сеть на 20 магазинов. И вот какие-то рамки, которые вам важны, вы можете очень хорошо поставить. И они будут очень сильно работать, но человек получает такую свободу в способе исполнения. Вот это как остается в его зоне ответственности. И тогда ваша орг структура, а, начинает дышать, б, начинает готовиться к тому, что собственник получает некую свободу. Я часто слышу от предпринимателей, слушай, я так хочу свободы, я не могу уже, да, мне хоть бы вот воздушком глотнуть и так далее. И тогда, если у вас орг структура построена эффективно, то мы абсолютно точно с вами можем говорить о готовности системы к выходу собственника из операционки. Есть еще много нюансов, конечно, выхода собственника из операционки, но все-таки орг структура – это основная история. Орг структуру вы можете дальше прописывать, например, в путеводитель для нового сотрудника, когда он понимает, куда, что, кто, за что отвечать, с какими вопросами ему обращаться в какую зону. И, соответственно, орг структуру мы используем, накладывая на нее карту конфликтов, орг структуру мы используем для того, чтобы переставлять людей эффективно, орг структуру мы используем для изменения должностных обязанностей, орг структуру мы используем еще и для определения оптимальной нагрузки для руководителя, или синхронизации, или десинхронизации, наоборот, отдела, перестановки, когда мы смещаем какие-то приоритеты с одного отдела на другой. То есть орг структура – это такой универсальный инструмент руководителя, но без бумажной основы, или хотя бы электронной основы, она не работает. Почему? Потому что это как карта. Вы же не ездите по навигатору, когда просто бы на слух вам говорила бы «поверните налево, тетя, поверните направо». Вы все равно чаще всего смотрите на эту историю. И когда перед вами есть карта, это организационная структура, вам очень легко и наглядно принимать решения. Я даже вот сейчас сына учу, говорю, когда ты не понимаешь математическую задачу, нарисуй ее, прям вот нарисуй. Представь эти парты, представь этих учеников, как они разделились, как они, что происходит в мире. И вот то же самое с орг структурой. Я очень часто считаю, что простроить ожидания – это наказать себя. Почему? Потому что у меня есть уверенность, что все будет однозначно хорошо и успешно. А как это будет? Вот все равно, как это будет. Это может быть через запросы людей из зала. Это может быть через консультационные какие-то запросы после тренинга. Это может быть просто про выражение благодарности от людей. Это может быть про то, как я буду видеть просто в процессе выступления, как меняется энергия в зале, как меняются взгляды и так далее. То есть как это будет реализовано? Вот я сказала о том, что я никогда не борюсь за как. Я абсолютно точно знаю, что будет успех. А как он проявится? Я оставляю это в такой темной зоне. Вот как бы он ни проявился, это все равно классно. Потому что когда мы простраиваемся ожидания, мы становимся заложниками своих ожиданий. И что это значит? Это значит, что я хочу получить на день рождения духи Шанель. Мне дарит мой мужчина любимые духи не Шанель, но тоже очень классно. Я нюхаю их, понимаю, что действительно этот запах очень крутой, очень классный, мне подходит. Я кайфую от него. Но несмотря на это я расстраиваюсь только потому, что это не Шанель. Допустим. Поэтому когда вы строите относительно своего бизнеса ожидания, относительно ожидания человека, то, пожалуйста, вот исключайте вот это как. А как оно такое паразитарное немножко в этом плане история. Когда вы собираетесь на мастер-класс, на любой, я попрошу вас всегда снимать галочку «Я все знаю». потому что очень часто, безусловно, мы много учимся, мы часто много знаем, но когда мы приходим, такие «Ой, ну что ты можешь мне рассказать еще нового» вот с таким вот презрительным выражением лица, то у нас нет шансов услышать это новое. Ну просто нет шансов. Мозг не воспринимает информацию. И поэтому мы, я рекомендую всегда, я сама так делаю, когда я прихожу на обучение, потому что я безумно много знаю, но приходя на какое-либо обучение, я понимаю, что я сегодня пришла с галочкой «Я ничего не знаю». И слушая даже известную нам информацию, очень часто мы можем словить крутые инсайты, просто структурируя информацию, уже которую мы знали. Продолжение следует...